Салам алейкум, дорогие братья и сестры, хотелось бы сегодня поговорить, как приехать самостоятельно в Саудскую Аравию. И для этого перед нами вот карта Саудской Аравии. Для того, чтобы приехать, вам нужно несколько вещей. Это первое, это виза вам нужна, обязательно нужна виза. Как вы приедете в чужую страну без визы. То есть нужно получить эту визу либо онлайн, либо через посольство, либо через агентство, либо еще через кого-то. Понятно, да? Далее. Для этого вам нужен также авиабилет. Авиабилет, чтобы вам прилететь из Узбекистана, или из Таджикистана, или из Кыргызстана, или России, или другие страны, Азербайджан. Тут обычно сейчас уже авиабилеты идут. Раньше ездили на наземным транспортом, или на пароходах, на паромах пересекали моря. Но сейчас уже только авиабилет. Единственное, может быть, из Каира есть паром, еще ходит. Так, далее. Что вам нужно? Жилье. Следующее вам нужно жилье. Где вы будете жить? То есть Мекке, или Вмеденье, или Джиддай, или Рият, или другие города. Татаев, Янбон, Дамам, любой какой-то город, вы где-то должны остановиться. Так ведь? И давайте вот сейчас вот эти три пункта, мы их разберем. Для того, чтобы виза была у вас, как я сказал, вам нужно обратиться к кому-то. Либо онлайн получить на официальном сайте, где выдается онлайн-виза. И либо через посольство, либо через агентство. Итак, визы бывают туристическая виза. Она выдается на полгода есть, и есть на один год. Максимальный срок нахождения 90 дней. Она многоразовая, но только 90 дней по ней можно. То есть в течение шести месяцев вы можете 90 дней использовать, и все, и ваша виза больше не работает. Она сгорает. Вы можете в течение шести месяцев приезжать несколько раз. Поэтому она называется многоразовая. Или в течение 12 месяцев, в течение одного года вы можете приезжать несколько раз. Но максимальный лимит по этой визе будет 90 дней. Что на полгода, что на один год. 90 дней. Поэтому, если у кого российский паспорт, например, они берут на полгода. 90 дней заканчивается, они выезжают, потом опять заезжают по другой визе уже. По второй визе, которую я вам дальше скажу. Потом 90 дней опять проходят, опять выезжают, и опять заезжают уже по новой визе. По туризм-визе. То есть два раза вы можете сделать себе туризм-визу в течение года. Полугодишные, да, по 90 дней. Есть. И вот вторая виза, это умра-виза. То есть когда у вас заканчивается какая-то вот эта туризм-виза, вы можете... То есть 90 дней закончилось, вы можете получить умра-визу. По умра-визе вы тоже можете приехать. До 90 дней можно здесь находиться на территории Саудской Аравии. Причем несколько раз можно эту визу получать в течение года. Несколько раз заканчивается у вас срок, вы опять ее получили, еще одну. Закончился срок, опять получили. Понятно, да? Умра-виза это здесь выдают официальные операторы Саудской Аравии. То есть надо через операторов именно Саудской Аравии. Она просто так не выдается. Она одноразовая, запомните. Но и у нее лимит только 90 дней. И она одноразовая. То есть если ты прожил в Саудской Аравии, например, 2 недели и потом выехал, ты второй раз уже по ней не сможешь заехать. У тебя все, она закончится. Ты можешь заехать, прожить до 90 дней и потом выехать. Вот это вот означает, что 90 дней, 90 дней. И одноразовая. Следующая виза, это бизнес-виза. Она раньше выдавалась онлайн. Мы ее очень много выдавали. Порядка тысячи виз, наверное, в том году выдали. Успели сделать, по милости Аллаха. И сейчас ее можно сделать, но только через посольство. Через посольство она занимает время. И нужно, 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 что собирать какие-то документы. Потом ждать нужно. Но зато она уже выдается. Она многоразовая. Многоразовая. По 90 дней. Смотрите, по 90 дней. То есть, ты приезжаешь по ней, 90 дней находишься, потом выезжаешь, потом опять заезжаешь. Опять 90 дней находишься, потом выезжаешь и еще раз заезжаешь. Каждые 90 дней ты должен сделать пересечение границы и обратно вернуться. Вот это вот преимущество бизнес-виза. Есть еще виза. Рабочая виза. Она там уже, там не надо выезжать. Выезжать не нужно. У нее другие преимущества есть. Про визы я сделал отдельный ролик. Давно уже, год или два назад я сделал. Я здесь прикреплю, прям под этим видео, прикреплю ссылку. Прикреплю ссылку про визы. Далее, давайте перейдем к авиабилетам. Авиабилет вам нужен в одну сторону. Вам надо купить билет в одну сторону. Ну, можете, если у вас предполагаете вы, что вы будете возвращаться домой, там какие-то еще дела незаконченные, или вы просто хотите приезжать в Саудскую Аравию на какое-то время, потом уезжать, то тогда, конечно, с обратным билетом. Можно с открытым числом, можно просто сделать, с фирмой договариваешься, что с открытой датой, то есть ты в любое время, когда рейс есть, ты можешь прийти в агентство и сказать, я хочу вот на эту дату. Все, обратный билет. Это уже, ну, это нюансы эти, здесь мы не будем поднимать. Далее, жилье. Здесь вам нужен либо отель, комната в отеле, есть комната в отеле посуточная, есть комната в отеле на месяц, есть комната в отеле на полмесяца. В общем, это уже нюансы. Далее, например, квартира вам нужна. Если большая семья, если вы хотите уже надолго здесь оставаться, долго жить, то вы можете квартиру снять. Или виллу, кто-то снимает виллу. Пожалуйста, цены разнятся. Например, отель, комнаты, например, если посуточно, то там в пределах 20 долларов в сутки, а если помесячно, то от 200 долларов месячно, да, ты в месяц снимаешь комнату, 4 кровати, например, там у тебя шкаф, этот, как его, интернет есть, вода есть, свет есть, все. Ты плачешь просто 200 долларов и все, и не паришься. Квартиры, они, конечно, дороже уже, там от 350 долларов, там еще свет, электричество, это уже отдельно. Ну, смотря какие условия, в общем, с хозяином квартиры. Вилла, это, конечно, уже от 1000 долларов, и больше, понятно, да. Ну, кто, у кого какие-то требования, это, конечно, уже сам человек себе выбирает, где он хочет жить, в Мекке, в Медине, в Джидде, в Рияде, или в других городах, и вообще просто хочет колесить по всей Саудской Аравии. Это уже на его усмотрение. Далее. Вот здесь нужно поговорить по поводу визы более подробно. Например, смотрите, туризм-виза, да, мы сказали, что она многоразовая, но только 90 дней у тебя. Лимит 90 дней. И вот умра-виза, она одноразовая, только 90 дней. То есть, один раз только ты заехал и выехал, все. Бизнес-виза многоразовая, по 90 дней. То есть, ты можешь много раз приезжать, выезжать, приезжать, выезжать. И вот, например, если вы живете где-то в Медине, или в Рияде, или, например, в Мекке, или в Джидде, или в Таифе, или в других городах, то вам нужно будет, если вы сюда приехали, и хотите долгое время находиться, и постоянно менять визы, то есть, сначала приехали по туризм-визе, потом умра-виза, потом еще туризм-виза, потом опять умра-виза, вот так чередуете визы, или у вас бизнес-виза, где каждые 90 дней нужно переезжать. Куда переезжать? Можете на самолете полететь в ближайшие государства, например, Иордания, там, Уман, Бахрейн, Эмираты или другие страны. А можете на транспорте. То есть, в Саудской Аравии есть, что такси, что наши братья-мусульмане занимаются частным извозом, что есть автобусы. То есть, пожалуйста, можно пересекать границы Саудской Аравии и ездить на разном транспорте. Например, у нас это в Иордании граница есть, если наземным, да, хотите вы поехать. Потом Бахрейн, в сторону Бахрейна у нас транспорта есть. Потом в сторону Йемена, но я, конечно, бы не рекомендовал, потому что там большие очереди. И в сторону Эмиратов, в сторону Эмиратов. То есть, если у вас, например, машина набралась, машина или вы сами арендовали, я в свое время арендовывал машину, брал посуточно и просто ехал в сторону там Эмиратов или можно в сторону Бахрейна, вот добираешься и обратно возвращаешься. То есть, у тебя там 30 часов уходил на машине, туда обратно, сделать пересечение и обратно вернуться. Мы ездили на Иорданскую границу и то же самое пересекали и обратно заезжали по бизнес-визе и обратно уже следующий срок. У нас опять начинался заново, 90 дней. Мы опять заезжали. Вот то же самое. Вы можете приехать по туризму виза, потом выехать, заехать уже по умра визе, потом выехать, потом можно по шахси виза, частная виза, там есть еще разные другие визы, о котором я уже сказал в одном из своих видео. Пожалуйста, его тоже посмотрите. В принципе, много-много-много раз я рассказывал про разные виды визы, как сюда приехать, есть учебные визы, есть более 10 видов виз. Баракалавфикум Ваджазакум Аллаху Хайран Хайрал-Джаза Хайрал-Джаза